Доброе утро, друзья! Это студия «Хорошего настроения». Пятница, 21 июля на календаре. А в Гродно, между прочим, в эту субботу пройдет открытый международный кубок Республики Беларусь по скандинавской ходьбе. Рассказать об этом интересном виде спорта, а также о предстоящем мероприятии, к нам сегодня пришел председатель общественного объединения Федерации скандинавская ходьба Анджей Дедевич. Доброе утро! Я вот так вот плавно, плавно и в Гродно пойдешь. Но, друзья, вдвойне приятно делиться новостями за чашкой ароматного чая со сладостями. Бисквитные сладости от Витьбы – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Витьба наполняем жизнь вкусом. Итак, скандинавская ходьба. Я вот честно сейчас скажу и вам, и зрителям, когда я впервые лет 10 назад увидела человека с палками в теплое время года, я подумала, что это заблудившийся лыжник, у которого стерлись лыжи, и что-то вот, или что-то произошло с ним, он нашел палки от лыж и куда-то идет. Он был такой в плаще с палками и по парку шел. Ну, это шутка, конечно же. Анджей, почему вообще скандинавская ходьба начинается откуда, что взялось, как пришло к нам в страну? Расскажите. Ну, это вообще не шутка все, что вы сказали. Вообще с этого всего начиналось. Давно, почему-то скандинавы, скандинавы, как мы знаем, очень сильные лыжники, и вообще не придумали для своих спортсменов, как тренироваться в летнее время. Потому что оно, в принципе, правильная техника скандинавской ходьбы, это повторяется переменный одношажный шаг на лыжах, получается. И спортсмены получили возможность тренироваться еще и летом. Поэтому то, что вы сказали, это совсем не... Это действительно правда, от этого все начиналось, это придумали в Скандинавии, и от этого она называется скандинавская ходьба, либо, как уже везде говорят, нордик волкинг, получается. Поэтому оно так и есть. Раньше путник в дорогу тоже посох брал, шел, опирался. То есть, на самом деле, это не для того, чтобы помогать себе в ходьбе, а это, наоборот, чтобы дополнительное какое-то утяжеление, что ли, было для рук или как это? Оно все вместе, в совокупности получается. То бишь, вот эти палочки, они много. Первое, это, как говорят, иногда третья нога, помощь, скажем так. То бишь, более устойчиво с горочки спускаться, все остальное. Но если к этому прибавить еще правильную технику, это еще и фитнес-занятия. Можно не обязательно ходить в спортзал, а можно на улице, гуляя по парку, получать все те же самые фитнес-нагрузки. Да ладно. Нет, ну смотрите, я просто вот чисто практический, да, то есть, если мы идем просто гуляем по улице, машем руками и идем вот с этими палками, то есть, это более эффективно, да, то есть, за счет того, что большая амплитуда… То есть, ты ее поднимаешь, наверное, уже… Это не нужно. Вот самое, может быть, получается, что немножко… Здесь есть момент, наши люди в процентах 90 ходят неправильно. Вот, вот поэтому я спрашиваю. И вот иногда оно смешно смотрится, и здесь несколько факторов на это влияет. Первое, это люди должны для того, чтобы правильно ходить и получать пользу, обратиться к инструкторам. Когда они научат правильную технику, это очень красиво выглядит со стороны, и совсем не так уже люди тогда обращают на это внимание, наоборот, восхищаются, как это красиво выглядит, потому что человек идет действительно красиво, с техникой, плавно, это очень выглядит хорошо. Другой момент, еще особенность палок. Вот в чем вы даже видите, у вас палочки одеты, как на перчаточку, правильно? И когда вы отпускаете руки, и потом можно брать, даже несмотря на них, они все равно будут у вас в одном и том же месте практически. Детям так резиночками варишь. Вот, потому что есть особенность такая, что куда бы мы ни зашли, в интернет, в магазин, все пишут везде скандинавские палочки. Но есть одна особенность, там есть темлячок, не рукавичка, а темлячок. И наши люди почему-то ходят, переставляют перед собой, потому что оно не позволяет отпустить руку, потому что потеряется палочка. С рукавичкой можно отпускать. Правильная техника ходьбы подразумевает за собой, когда мы отталкиваемся, отводим руку назад, мы открываем ладошку, и мы на палку не смотрим. Ну, вот, к примеру, видно, как на экране, на фотографии, вот девушка сзади отпускает руку, она выпрямляет палка, является продолжением вашей руки, она выпрямляет позвоночник и выпрямляет вашу осанку. Все понятно. И вы, когда переносите вперед, вы не должны на нее смотреть. А если темлячок, она теряется, и надо где-то искать. Поэтому наши бабушки, чаще всего с неправильными палочками, они, чтобы не потерять, они держат и идут перед собой. Поэтому это немножко может и выглядеть смешно. А вы знаете, я вот вспоминаю, общался как-то с кардиохирургом, и он мне рекомендовал, и в принципе, я не думаю, что это секретная информация, о том, что в течение дня необходимо делать вот такие вот упражнения, дабы помогать сердцу. В данном случае, каждый раз отпуская и сокращая, то есть кисть, вы просто во время похода еще дополнительно качаете кровь вместе с сердцем. Так что дополнительная польза. Кардиологи говорят просто на каждое вот это отталкивание, почему я заостряю внимание на этом, когда мы отталкиваемся, вот именно идет выброс сердца, кровь идет, и это прогоняет все. Это улучшает давление, кровообращение лучше идет, поэтому это влияет только на пользу организма. Но это при правильной технике. То есть это лучше, чем просто ходьба? Или в чем отличие от крови, если кто-то занимается просто ходьбой? Смотрите, в чем получается еще? Почему все говорят, 90% мышцы задействованы, да? Получается. Когда мы просто идем, ну да, у нас идет движение рук, что-то идет, это все уже хорошо, мы гуляем по улице, уже все хорошо. Когда мы идем с палочками, мы шаг делаем, она идет по перемене. Левая нога, правая рука. Когда мы поставим левую ногу вперед, у нас что делает? У нас таз немножко поворачивается, правильно? Вот он будет поворачиваться в любом случае. И выходит правая рука, плечи поворачиваются. Идет скручивание нашего тела, скручивание нашего тела. Это позволяет задействовать шейные мышцы, когда мы сидим у компьютера, их разгружаем, когда мы обычно так делаем, вот, чтобы нам шея не болела, да, получается? А тут уже за счет этого это уже работает. У нас здесь начинает работать, у нас начинает работать пресс. Плюс при этом работают руки, при этом работают ноги. Как оказывается, все интересно и действительно неожиданно. Я про другое сейчас хотела сказать. Раньше мы когда видели, так сказать, первых вот этих недошедших лыжников, вот даже тех бабушек, которые просто что-то брали и пытались, кто-то говорил, что это очень полезно, и они ходили. И у нас такое, в общем, представление было, что скандинавская ходьба – это, так сказать, спорт для людей пенсионного возраста. Ну, мы вот по нашему прекрасному гостю молодому можем сказать. И я на личном опыте вчера убедилась, гуляя с собакой возле Снянского водохранилища, что очень много молодых людей занимаются скандинавской ходьбой. То есть сейчас ситуация изменилась, да? Вот как вы можете сказать? Какая-то статистика может быть? Очень сильно изменилась. Я даже скажу, скажем так, по своему городу. Несколько лет назад так случилось, что к скандинавской ходьбе я очень скептически относился. Никогда бы не сказал еще три года назад, что я буду вообще ее заниматься, тем более быть председателем федерации, скажем так. А вы чем, кстати, до этого занимались? Баскетбол играю давно, очень долго-долго играю в баскетбол. Вот. И так случилось, что получила травму колена, и мне сделали операцию. И все, я перестал играть, колено начало пухнуть. Ну, уже все немножко не то. Столько лет прошло, как бы нужна какая-то нагрузка. И мы уехали на соревнования, и там одно из разновидностей – это была скандинавская ходьба. И нам говорят, надо попробовать еще что-нибудь. Ну, мы так весь список перебираем, перебираем. О, мурдинг-колкинг есть. А что это такое вообще? Говорит, а там с палочками по кругу койти надо. О, говорим, отлично. Это наш спорт. Вот. Пойдем прогуляемся, раз надо. Ну, сделано было в очень хорошем месте. Это лыжный склон был. Эта дистанция была 10 километров. Подняться вверх, сверху по лесу. Приличный темп получился. Я прошел, и у меня ничего с коленом я не почувствовал. То бишь, прошла нагрузка, а все хорошо. Ну, первый раз тоже как-то так скептически отнес. Потом опять. Потом смотрю, мне легче становится. То бишь, нет, я нагрузку получаю хорошую, а с суставами все хорошо. Потом он сел в интернет, посмотрел, где и что вообще это такое начинается. Я смотрю, вот Гродно у нас, приграничный город. Недалеко, в Хайнувке, в Польше, 140 километров от Гродно были соревнования. Ну, думаю, надо поехать посмотреть, что это вообще такое. Перед этим, естественно, вышел в парк, в Пышки, в Гродно. Думаю, надо, чтобы, прежде чем поехать, посмотреть, как идти, чтобы плохо не выглядеть. Прошелся, естественно, на меня так все смотрели косо. Настолько косо смотрели, потому что у нас там есть танцплощадка, там бабушки приходят. А тут молодой человек с палками, четвертый круг наворачивает, мокрый, на него так все смотрят. Ну, ладно, уже посмотрели. Поехал туда, там порядка 600 участников. От детей до взрослых там. Мы так посмотрели, прикольно. Попробовали, плюс еще получилось что-то выиграть. А еще лучший вариант шли. И мужчина в 64 года, он меня обогнал на 12 секунд. И я ничего не смог ему сделать. Я приехал злой домой, думаю, достать невозможно было. И вот он идет, ты его видишь, а ничего сделать ты не можешь. И понимаешь, мне 30 с копейками, ему 64, а я ничего сделать не могу. Я приехал домой, я уже такой, все, я поеду, я все равно их обгоню. И вот я начал цепляться за это. Год проходил. Я стал бегать в баскетбол без наколенника. Я стал себя прекрасно чувствовать. На фоне своих ровесников встречаю себя, чувствую физически себя очень хорошо. Спать стало гораздо лучше, ну, потому что, как, скажем так, работа, все остальное накладывает свои отпечатки. Иногда сейчас вечером просто берешь, там, 5-10 километров, пойдешь прогуляешься перед сном. Прекрасно все. То есть это как ЛФК получается? Да, можно. Давайте о завтрашнем международном кубке Республики Беларусь в Гродно. Завтра такое серьезное событие. Как пройдут соревнования? Кто участвует? Заявлены участники от Гданьска до Мурманска. Вот. Поэтому разброс очень большой. Нам очень приятно. Уже порядка 200 человек зарегистрировано, которые приезжают в Гродно. Если брать наших соседей, это Украина, Польша, Россия, ну, естественно, Беларусь. Очень удивлен с нашими соседями из России. Это Москва, Электросталь, Петербург, Ижевск, Челябинск, Мурманск. Это вот города, скажем так, которые, помню, на память, которые так вот бросились в глаза. Человек 50 из Польши приезжает участников. Очень много корней есть в Беларуси у людей и очень хотят приехать посмотреть эти места. Плюс сейчас безвизовый этот въезд очень облегчил. Почему это, скажем так, делом в Гродно? Потому что стало легче людям туда приезжать. Из Львова изъявили желание приехать, поучаствовать. Но мы очень удивлены, очень приятно. И с каждым годом, естественно, будет все больше, больше и лучше. Я надеюсь, да. Какие призовые особенности? Особенности этих соревнований, это, скажем так, оздоровительно-спортивное мероприятие. В чем он немножко отличается от бега, либо еще от каких-то других. Здесь не соревнуются практически все между собой. Здесь соревнуются каждый в своей возрастной категории. То бишь, все поделено на категории. На дистанции 5 километров 14 категорий. То бишь, это до 13 лет, 13-18, 18-29, 30-39. А дальше по 5 лет идет. Последняя категория 76+. Было еще в мае категория просто 70+. Тоже такое немножко позвонили. Их было порядка человек 15. И звонят. Что за дискриминация? Нет, и они так говорят, звонят. Говорят, вы знаете, вы не могли бы эту категорию поделить хотя бы еще на 5 лет? Я говорю, а в чем дело? Да эти молодухи 70-летние обгоняют. Мы не можем с ними соревноваться. Я, у меня чуть трубка из рук не упала. Говорю, конечно, мы попробуем что-то сделать. И мы вот так вот приняли решение, что мы эту категорию еще разобьем. Говорю, уже больше не могу разбивать. Говорю, но мы эту 70+, разобьем еще по 5 лет, чтобы людям было просто немножко легче. Кстати, прекрасный лозунг. Хотите быть молодухой в 75 лет? Занимайтесь скандинавской ходьбой. Кстати, вот может быть, кто-то нас смотрит сейчас из других городов Беларуси. Есть еще время, сейчас пятница утра, завтра соревнования. Есть время зарегистрироваться и приехать в Гродно? Конечно, просто приезжаем с 8 утра, будет уже открыт стартовый городок, регистрационный пункт. До 10 можно, 10 будет открытие, до 10 можно приехать, зарегистрироваться на месте, получить старт. В Гродно, Калужский парк, в центре города, в прекрасном историческом месте, новый замок, старый замок рядом, Калужская церковь, на берегу Немана. Все это будет проходить там, чтобы гости нашего города посмотрели город Беларусь для туристов, чтобы это показать, нашу визитную карточку. Любой желающий может прийти, хотя бы посмотреть, либо если понравится, тут же зарегистрироваться и принять участие. На выбор будут две дистанции, 5 и 10 километров. Поэтому всех с удовольствием приглашаем, попробуйте, и это все гораздо интереснее, чем выглядит со стороны. Попробуйте, и вам понравится. Ну а мы надеемся, что вам понравится наш сладкий подарочек от кондитерской фабрики «Витьба». Я уже не могу оторваться от вот этих палочек. Мне кажется, энергия не повредит перед соревнованиями. Я вам даже больше скажу. При занятии скандинавской ходьбой всем даже полезно кушать сладости, потому что очень много калорий сжигается, за одну тренировку сжигается до 500 калорий. Поэтому это никак не вредит на фигуру. Это можно пить сладкий чай, кушать сладости и заниматься спортом. В общем, одни плюсы в скандинавской ходьбе. Анджей, спасибо большое, что были у нас в гостях и порадовали. Мы напомним, у нас в гостях был председатель общественного объединения «Федерация скандинавской ходьбы». Анджей Дедевич, спасибо, хорошего дня и отличных соревнований. Спасибо вам. Ну а мы, дорогие друзья, с вами прямо сейчас перемещаемся в новостную студию. Смотрите новости в 24 часа, потом возвращайтесь в студию хорошего настроения. У нас тут весело. Продолжение следует...